Хауди, меня зовут Ральзей и приветствую вас на своем канале. Сегодня я расскажу вам наконец-то о крупном обновлении The Elder Scrolls Online под названием Deadlands или обновление 32. И поверьте, это не минорное обновление, а обновление, которое нацелено изменить геймплей, изменить текущую мету и прочие устоявшиеся моменты в игре. Обновление 32 Deadlands вышло 1 ноября 2021 года для ПК, маков и стедия, и 16 ноября выйдет на консоли. Устраивайтесь поудобнее, возьмите в лапки горячий чай и мы начинаем. Итак, с самого начала я хочу поговорить о самых интересных изменениях в обновлении 32, которые затрагивают не только тех игроков, которые купили последние DLC Blackwood, а именно всех. Я имею ввиду всю стандартную базовую версию игры The Elder Scrolls Online. И первое у нас в списке это отбор получаемых предметов из наборов снаряжения. Если кратко, это изменение затрагивает раздел коллекции, предметы из наборов. Также раздел предметы из наборов известен под термином Sticker Book, который был добавлен в игру в прошлом году. Sticker Book был создан для того, чтобы вы могли воссоздавать те предметы, которые вы когда-либо залутали, чтобы уменьшить количество гринда в игре и облегчить в разы создание новых сборок для новых персонажей, без необходимости снова идти и пытаться выформить нужный вам предмет для завершения сборки. Приведу пример. Вы фармите регулярно Триал Цитадель Хелера, чтобы получить кинжал Адвентин Кюкеда и завершить наконец-то вашу сборку с этим сетом. Но как назло, этот кинжал не выпадает ни вам, ни членам вашей группы, а выпадает что угодно из этого сета, так как игра генерирует случайно предметы из этого набора. И благодаря Sticker Book, как только вы представим, что вы получили этот кинжал, привязали к своему аккаунту и после привязки он появился у вас в Sticker Bookе. Вы можете его воссоздавать в любых количествах для своих персонажей, вас ограничат только ваши запасы Трансмут Кристаллов. Но дело в том, что до выхода патча 32 вы могли фармить Хелера огромное количество раз и все безрезультатно. Вы могли собрать абсолютно все предметы ваш Sticker Book из этого сета, но заветного кинжала так могло и не быть. И вот наконец, механика отбора получаемых предметов из наборов снаряжения должна убрать эту несправедливость. И работает она следующим образом. Чем больше предметов в Sticker Book из определенного сета у вас имеется, тем выше шанс получить отсутствующие в вашей коллекции предметы. И вернемся как раз к моему примеру про кинжал Адвейсинг Юкета. Допустим, вы начали фармить этот сет после выхода этого патча. И теперь по логике обновления вам самостоятельно будет гораздо легче собрать все предметы из этого сета. Так как игра будет повышать шанс дропа тех предметов, которых у вас еще нет. Но как только вы полностью соберете коллекцию одного сета в Sticker Book, то шанс дропа остальных предметов из того же сета снова будет случайным. Также Зосы оставили пометку к описанию этого изменения. Цитирую. Разумеется, эта система затронет не все награды в игре. В некоторых случаях порядок получения предметов остается случайным. Продолжая тему обсуждения о сетах, патч 32 внес существенные изменения в характеристики всех сетов, расширяя возможности гибрида строения. А также стирая четкие грани между стаминщиками и магами. Гибридные статы теперь будут стандартом де-факто в ТСО. И это значит, что каждый сет в игре, который включал в свои характеристики такие атрибуты, как тип урона, магический или физический, шанс крита, оружие или заклинание или пробитие, магическое или физическое, будут объединять в себя сразу два параметра из этих характеристик. А именно физику и магию. Сила оружия или сила заклинаний это теперь и сила оружия и заклинаний. Критический рейтинг оружия или критический рейтинг заклинаний это теперь общий критический шанс. и физическое пробивание и магическое пробивание это теперь просто пробивание что дает вам сразу две версии одновременно и так как же это влияет на билда строения в the elder scrolls online по моему мнению это даст возможность игрокам больше экспериментировать со своими билдами ведь теперь сеты которые раньше могли носить только стаминщики теперь могут носить и маги и наоборот можно создавать более домашние сборки так как стаминщики в тесо всегда выдавали большие цифры чем маги так как их сеты априори были всегда немного лучше сетов для магов но теперь маги могут использовать тот же самый адвентин хюкеда и реликвен и прочие очень дамажные стаминные сеты ибо статы теперь гибридные естественно не будем упускать из виду что относительно недавно были изменены пассивки типов брони что уже было заготовкой для создания гибридов в тесо ибо бывшие стаминщики и маги до выхода патча 32 я имею ввиду бывшие теперь могут позволить изменить тип своего гардероба те же самые маги могут позволить себе носить средней части доспехов для увеличения своего урона а стаминщики легкие части доспехов для увеличения своего уровня пробития в общем теперь для новичков будет в разы сложнее создать самостоятельно себе билд а для опытных игроков которые ориентируются в этой теме просто огромное количество вариантов для создания новых билдов просто фантазируй и создавай и скорее всего большинство сетов будут понерфлены либо ребалансом вернемся к боевой системе и поговорим с вами о критическом уроне который получил серьезные изменения в основе своей работы по двум направлениям во первых теперь у нас есть кап критического урона который мы можем нанести аналогично капу пробития то есть теперь есть потолочное значение которое мы не сможем превысить раньше критический урон не имел ограничений и мы могли его разгонять до неприлично высоких значений мы говорим сейчас с вами не про шанс к нанесению критического урона а именно про сам критический урон базовый урон крита у персонажей составляет 50 процентов это значит что как только у вас срабатывает крит вы наносите на 50 процентов больше урона чем обычно например ваша обычный атака наносит ровно 1000 урона а если срабатывает крит то вы уже наносите 1500 урона есть огромный множество способов увеличить свой критический урон в ТСО, чтобы наносить гораздо более сильные критические удары. Мы говорим о таких бафах как Minor Force и Major Force. Классовые пассивки Nightblade, Templar, бонусы от пассивок средней брони, коджийский расовый бонус, благословление Камня Хранителя, а не же Камни Мундуса, Тень. Сеты, такие как Медуза, Катализатор стихий и конечно же мифик Harpoon's Wedding Killed. Звезды в системе ЧП, такие как Бьющий в спину Бэкстабер и критическая точность и прочие бонусы, которые дает вам группа. Таким образом вы могли разогнать свой критический урон вплоть до 170 процентов и выше. Это просто очень много, но с обновлением 32 система критического урона изменилась и теперь максимальный критический урон, который вы сможете нанести составляет всего 125 процентов. Теперь нужно более грамотно подходить к созданию своего билда для ликвидирования перекапа критического урона и по новой оптимизировать групповые бафы. А зачем? Да затем, что если ваш критический урон составляет например 150 процентов, вы все равно нанесете 125 процентов. Другие 25 процентов перекапа просто работать не будут, как я говорил аналогично системе капа пробития. Таким образом билды, заточенные именно на повышение своего урона путем разгона своего критического урона, потерпели сильный нерв и теперь не будут актуальны. Но это не страшно, ведь суммарно урона стало гораздо больше в игре с выходом патча 32. А теперь давайте-ка глянем в платную составляющую патча 32. Новый регион, который доступен бесплатно подписчикам эсо плюс, если у вас уже приобретен блэкут. Также была возможность получить это DLC бесплатно, участвуя в игровом событии. Но если вы не участвовали в нем, то вы можете приобрести это дополнение в кронсторе за кроны. В этом DLC у вас появится возможность отправиться в дейдрический план Мируны Садагона, где вы сможете его исследовать, найти дейдрический город Фаргрейв, где вы сможете взять передышку после путешествий по одному из самых недружелюбных планов Обливиона. Мировые боссы, которые обитают в мертвых землях, гораздо сильнее и опаснее обычных боссов. Они более дамажные и более живучие. Если вы не подготовленный или же лоу левел игрок, то лучше одному на них не лезть, а то произойдет взлом жопы. И да, по афкшить вне сейф зоны у вас не получится, ибо окружающая среда сразу захочет вас как только вы расслабитесь. Так что смотрите куда вы идете, чтобы лишний раз не поджариться. Вернемся обратно к общим изменениям. Наконец-то в игру была добавлена система для мгновенного переключения между своими сборками на конкретном персонаже. В моем случае это просто прекрасная новость, ибо на мейне я играю как и ддшкой, так и танком, так как у меня есть все необходимые сеты и количество чп для игры на обоих ролях, на одном персонаже. Но перед тем как продолжить более детально разбирать это игровое нововведение, давайте разберемся как получить к нему доступ. Для этого нам нужно зайти в кронстор, найти там мастерскую вооружения, она бесплатна для всех игроков, забираем ее и идем устанавливать в свой дом. После того как мы разместили мастерскую, мы можем с ней взаимодействовать. И наконец я могу сохранить свой билд для танк блейда, чтобы потом активировать его одной кнопкой, избегая душного перераспределения статистик, реморфа навыков, переключения звезд и экипировки на себя нужных сетов вручную. Сейчас сетап моего танк блейда потерял актуальность, но все равно является более-менее полезным, хотя пора бы его заменить по хорошему. Но поскольку у меня нет других сетов для танка, приведу пример на том что есть. Экипируем сетап, выставляем на панель способности и нужные способности с правильными морфами, распределяем характеристики и звезды, отлично. Теперь мы готовы к сохранению билда в оружейной мастерской. Сохраняем пресет, переименовываем его, отлично. Теперь я смогу вернуться к билду танка всего лишь одной кнопкой. По умолчанию у нас есть два бесплатных слота для пресетов своих сборок. Заполню-ка я второй слот пресетом для дд, снова перераспределяю все характеристики и морфы и статы, экипирую нужные шмотки и иду сохранять пресет, и называю сборку на примере, точно описывающем ее эффективность. И теперь у меня есть два пресета, между которыми мой персонаж может переключаться в любой момент. И это просто пушка. Как же долго я хотел чтобы подобное было реализовано внутри игры. А то раньше мы пользовались аддонами, знаете ли, для переодевания сетов, типа dressing room и ему подобных. Нет, не подумайте, dressing room не потерял своей актуальности, он все так же будет нужен. И бдд сборок и танц сборок может быть много и за сетов. Что я имею ввиду? Я имею ввиду то, что аддон не сможет мне в автоматическом режиме изменить характеристики морфы и звезды в системе чп, а только максимум переоденет персонажа. Именно этот функционал все еще будет востребован от таких аддонов как dressing room. Самое важное, это то, что система вооружения одной кнопкой меняет именно статы персонажа, а не сеты. Как раз для сетов есть и аддоны. Как видите, переключение с пресета дд на пресет танка происходит с сохранением всех тех настроек, которые были сохранены. И кстати, вампиризм или контрапию можно переключать аналогично. Обновление карты мира. Как я упоминал в своем ролике, в котором я обозревал тесо, что разработчики активно внедряют функционал сторонних модификаций в саму игру. И примером этого стало то, что теперь скайшарды отображаются у вас на карте, как только вы оказываетесь в непосредственной близости от них. И они также отображаются на вашем компасе. Приятное дополнение от зосов, да. После того, как вы подберете скайшард, он еще не с вашей карты и компаса. Но это не единственное нововведение функционал карты мира. Теперь на карте отображаются мировые события, аналогично тому, как это было в Эльсвере с драконами. Для тех, кто не понимает о чем я поясню. В Эльсвере обитают драконы, местоположение которых можно отследить по карте. И как только с ними вступают в бой игроки, это тоже отображается на карте. Таким образом можно понять, драконы атакуют или же нет. И теперь аналогичный функционал прикрутили к дольменам, а ниже якоря. То есть теперь мы видим на карте какой якорь активен и на каком происходит сражение. Очень много интересностей нам подвезли зосы в этом патче. Надеюсь это видео было вам полезно и информативно. Если это так, то поставьте сочный лайк, поделитесь в комментариях чем вам понравилось обновление 32 и что полезного для вас оно принесло в игру. И вскоре на канале я начну рассказывать о полноценных уже гибрид сборках, сборках для соло побегушек по ветеранским подземельям и прочих интересных моментах. Если вам это интересно, то обязательно подпишитесь на канал и позвоните в колокольчик. С вами был Ральзей, до следующего ролика.